А я вас глубоко и нежно приветствую на своем YouTube-канале. Как всегда, мукбанг и самая интересная тема только у меня на канале. Сегодня у меня пельмени домашние, аджика острая и помидоры. Закрутка тоже домашняя, островатая. Короче, вот рассол, помидоры. Ой, как хорошо! Ой, как хорошо! Сегодня майонез и перчик я приготовила. Пожалуйста, есть хочу, не могу. Но вот аджика вообще потрясающе, она острая. Пельмени у меня с говядиной. И сегодня мистическая история. Я думала, я ее рассказывала, а я ее не рассказывала, оказывается, эту историю. Про ведьму. Ее звали Фенька. Ведьма-фенька. Эта история была давно. Кто из Рязанской у меня области? Ребята, напишите комментарий. Может быть, вы слышали в Рязанской области? Чуть-чуть перчика надо, черного. Я не знаю, как называется деревня. Она довольно-таки, я так поняла, эта Фенька была знаменитой. Значит, ну, она давно умерла, я думаю, лет, наверное, 20 назад. Может быть, кто-то помнит. Может быть, кто-то помнит Феньку. Моя подписчица ездила в деревню. К своим родственникам. Оттуда знает эту Феньку. Она там бегала к ней прятаться, родители ей не разрешали, потому что по деревню, ну, деревня, да, полно слухов у нас. Значит, по деревне ходил слух о том, что она ведьма, и от нее подальше вот все местные жители почему-то ее боялись. Почему? Потому что шла молва. К ней приезжали. С разных городов, и она лечила людей. То есть у нее был дар. Чуть ли там от рака она не исправляла. Она детей инвалидов ставила на ноги. Опять ты пидораска мне тут ебешь. Ой, перец попал. Ой, спасибо большое. Ну, и вот, значит, шла молва, и не разрешали. Дети к ней там бегали. Дети вообще были тогда жестоки. И, значит, где-то за год до смерти ей становилось, становилось, ну, все хуже и хуже. Ребята ходили, у нее были кошки, ну, там, кошки, котята. И, представьте, ребята, какие жестоки. Ломали хвосты, лапы били, заколачивали ей дверь. Шикарно. Надо помидорку съесть. И, получается, вот, допустим, они там хвост сломали, что-то сделали, лапу там, ну, что-то примерно. То есть не обязательно хвост сломать, это примерно. И видят эту, допустим, феньку там с поломанной там рукой, ногой, ну, какие-то травмы, как будто бы, я не знаю, как объяснить, как будто бы она получала эти травмы через своих котов. Может быть, она перевоплощалась в какое-то животное. Ну, вот у нее стояли очереди, да, вот она была такой. И ей надо было обязательно передать дар. Они же люди, которые способны, действительно, там, ведьма, что-то знающие, обладающие. Им же надо передать дар. Ой, хорошо. И аджика острая. И помидоры. Ну, и в итоге, и она ходила по домам специально. Может быть, кто-то захочет принять дар. Она просила стакан воды. Тряпки нет. Ладно, не буду отключать. Стакан воды, чтобы передать вот этот как-то дар, прикоснуться. Но никто не давал. Ей вы даже двери, представляете, не открывали. Может быть, конечно, она была и чернушницей, но никто не знает. Ну, что там? Необъяснимо это точно было. Но в итоге она никому дар не передала. Умирала три недели. Просто выла, она говорит, на всю деревню. Вся деревня знала, что фенька умирает. Выла от боли. Вот я, кстати, в условиях снимаю. У меня просто лампа барахлит. На самом интересном. Блядь. Ну и в итоге, короче, собрались там мужики, разобрали ей крышу. И тогда, как только разобрали ей крышу, она умерла. Представляете? Её похоронили не на кладбище, за кладбищем. Уже через много лет там сделали не как мемори... Мне это просто лампа раздражает. Я мем-ми-ми как мемориал, да, как пристанище, когда... Ну, как паломничество. Вот туда к ней ходят. Представляете? Может, кто-то просит, может, молится. Я не знаю, что там делать. Я много... Раз у меня подружка жила. Тоже в станице. И она рассказывала тоже историю, что у них тоже вот так помирала бабка. Чем-то черную... Но она такая была. Ведьма-ведьма, чернушница какая-то. Ей тоже, пока мужики не разобрали крышу, дырку сделать в крыше, ни хера себе. Топором, наверное, прорубают, да, вот эти вот крыши. И тогда она очень долго мучилась. Они очень долго умирают. Тяжело, им плохо. Видимо, когда они передают вот этот дар свой. Конечно, сейчас мы уже... Куда мы ездим? По каким деревням мы ездим? Уже деревни стали вымирать. Уже это все стало забываться. Кто чем занимался. Ну, может быть, есть какие-то отдаленные, далекие там деревни. Как показывают битвы экстрасенсов, да, как это там под Москвой, там, я не знаю, за Москвой, за Псковым и так далее. Возможно, какие-то есть оставшиеся. Но уже это, знаете, как... Время прошло этих ведьм уже в городе-то, естественно, их нигде нет. Уже, наверное, чернухой никто этой не занимается. Хотя нет, есть ведьмы молодые, но они очень болеют. Я знаю. Мне рассказывали. Одна женщина занимается молодая черной магией и очень сильно болеет. Но деньги не пахнут. Понимаете, да? О! Вот так вот в подпольных условиях и работаем. Пельмени очень вкусные, да, с черным перцем. Да вообще совсем... Вот такая короткая история для вас, мои любимые. И не забывайте лайки, ставить, комментировать и пишите свои истории мелким почерком мне в соцсети. Пока-пока!